Не только от работы системы отопления зависит температура в наших квартирах, но и от материала, из которого построен дом. Монолит, панель, кирпич. Плюсы и минусы разберем с кандидатом технических наук, заведующим кафедрой строительного производства оснований и фундаментов Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Яковом Пронозиным. Яков Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Илья Николаевич. Ну, а перед программой я задавался вопросом, какой все-таки кирпич выбрать лучше, обычный или силикатный? Что посоветовать? Так сразу взять и посоветовать сложно, потому что и тот, и другой материал, они достаточно хороши по своим качествам, но имеют свои недостатки. Этому кирпичу больше трех тысяч лет, этому кирпичу, да, около ста лет, чуть меньше. Ну, на мой бытовой взгляд, вот этот белый кирпич, он лучше, он цельный, он без дырок, он как-то выглядит надежней. Ну, изначально и керамический кирпич, красный, как его в народе называют, тоже был, без дырок, без щелей. Сейчас для облегчения, для улучшения его теплотехнических качеств делаются вот эти вот щели, которые мы видим. Силикатные кирпичи также иногда используются с полостями. А вот вы сказали, для улучшения его тепловых свойств, удержания тепла. Вот ходит миф, что кирпичные дома самые теплые, это так? Здесь однозначно нельзя ответить, потому что сейчас огромное количество современных материалов, например, минвата, различные пенополистиролы, которые имеют утеплители, характеристики в несколько раз, а то и в 10 раз превышающие характеристики теплотехнические кирпича. Суть, наверное, заключается в том, что вот эти дома, которые делаются на современных материалах, они не всегда качественно производятся. Нарушается технология производства работ, нарушается эксплуатация, и появляются проблемы с поддержанием микроклимата. То есть получается, у нас не зависит теперь от материала, что это там, панель, монолит, кирпич, насколько в доме будет тепло? В целом, да. То есть любая ограждающая конструкция, будь она кирпичная, кирпичная с утеплителем, или это какой-то другой материал, она должна обеспечивать требованиям нормативов. Ну а почему тогда, если посмотреть на застройщиков, кто-то отдает предпочтение одному материалу, например, постройке панельных домов, другие монолитокаркасные? От чего этот выбор зависит? Вообще в народе предпочтение отдается кирпичным домам. И, кстати говоря, на рынке они стоят дороже. И, наверное, все-таки это неспроста. Во-первых, это традиционная технология, это очень массивные стены, это замечательная, как правило, шумоизоляция, что очень значимо в многоквартирных домах. А появление каркасных домов, оно связано в первую очередь с изменением технологий, с возможностью быстрее строить, и они получаются дешевле. Кроме того, у каркасно-монолитных домов есть еще такое преимущество, как высокая жесткость самого здания, которая значима с инженерной точки зрения, и, возможно, практически любая, как говорят архитекторы, пластика фасадов, когда они выполняются из монолита. Ну вот раз заговорили о монолите, да, основным минусом у покупателей квартир считается то, что в монолитных квартирах невозможно сделать планировку. Это не так. То есть надо четко разделять панельные дома и каркасно-монолитные дома. Вот как раз в каркасно-монолитных домах это преимущество, потому что есть отдельные колонны и очень редкие стены. Это, как правило, какие-то диафрагмы жесткости. И вот здесь как раз очень легко менять планировку. А в панельных домах это практически невозможно. Но еще один плюс монолита каркасов – это бесшовная конструкция. Можете рассказать об этом поподробнее? Да, то есть это сплошная система, которая вытягивается в монолите, то есть ставится опалубка, арматура, бетонирование, арматура выводится стержнями дальше, снова вяжется или варится и так далее. И получается, что у них нет как таковых швов. Хотя есть понятие деформационных швов, осадочных швов, они все-таки в таких зданиях присутствуют, чтобы компенсировать температурное напряжение. Но вот эти вот дома каркасные, еще раз говорю, они более жесткие. Иногда это дает им преимущество перед кирпичными домами с точки зрения строительства на наших слабых грунтах. Это позволяет значительно ускорить сроки. Они легче, гораздо легче. Но у них вот эти есть недостатки, которые связаны с худшей по отношению к кирпичу. Шумоизоляцией. И есть еще некоторые проблемы в технологии. Потому что у нас в Тюмени, например, они строятся последние 15 лет. То есть не все вопросы еще сняты. А с точки зрения климата, дома из какого материала нам подходят больше всего? Ну, все-таки традиционно это кирпич. И я думаю, что несмотря на некоторое замещение его новыми технологиями, он всегда останется. Это классика. Ну, а если мы хотим сэкономить, то вот к дому из какого материала лучше присмотреться? Где квадратные метры дешевле? Это, безусловно, каркасные дома. Это каркасно-монолитные дома с легкими ограждающими стенами. То есть это, как правило, какие-то легкие материалы типа керамзитобетона или газобетона, пенобетона, которые дополнительно утепляются и делается фасад. То есть получается, мы должны к чему-то готовиться, покупая квартиру в монолитокаркасном доме? Не знаю, дополнительно еще изнутри утеплить? Или что-то еще доделать? Ну, вообще, утепление изнутри, это крайне неэффективно. И этим лучше не заниматься. С инженерной точки зрения, я попытаюсь объяснить, есть понятие точка росы, это температура, при которой водяной пар начинает превращаться в воду. И вот когда мы утепляем изнутри, то эта точка росы подходит к внутренней грани. И, возможно, образование дополнительной влажности в стене, сырости и плесени. Поэтому утепление практически всегда делается снаружи. Я думаю, что если был нормальный проект, и организация строительная выполнила все согласно проекту, то вот этих неприятностей ожидать не стоит. Ну, а все-таки, каков он материал будущего? Из чего будут строить дома? Вот вы знаете, как сказал Аристотель, город – это единство непохожих. Поэтому нельзя сказать, что мы отдадим приоритет какому-то одному материалу. Это как в моде, это как в предпочтениях кулинарии и так далее. Я думаю, что навсегда у нас останется все-таки кирпич. Это те традиции, которые заложены тысячелетиями назад на всех континентах. Обязательно будет каркасное строительство. И я думаю, что все-таки именно в наших условиях, в России, будет строиться и панельные дома. Ну что ж, спасибо вам большое за интересную информацию. Хорошего дня. У нас в гостях был кандидат технических наук, заведующий кафедрой строительного производства, оснований фундаментов Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Яков Пронозин. Запись беседы ищите в группе «Утро с вами» ВКонтакте и на сайте tumentime.ru. Продолжение следует...